Аудиокниги Мария Карташова «Сломанный лёд-4» Последние дни августа мыли городские улицы дождём, покрывали позолотые кончики кленовых листьев, подсушивали траву на городских лужайках, а близкая в этом году осень гнала в тёплые края первые клинья перелётных птиц и постоянно прятала солнце за рванным покрывалом низких туч. Регина устала оторвалась от экрана компьютера, взъерошила непривычно короткие тёмные волосы и, размяв шею, оттянула трущий ворот нового бадлона. «Коля, ткни, плиз, чайник», — попросила она. «Там воды нет», — вяло отозвался высокий субтильный мужчина, сидящий на подоконнике. «Задача века — как сделать так, чтобы она там появилась», — раздражённо сказала девушка. «Коля, я решила её. Налей из кулера». «Там тоже нет, менять надо». Мужчина задрал голову вверх и что-то высматривал в высоте неба. «Почему птицы клином летят?» — вдруг спросил он. Регина молча вышла из-за стола, сильным движением подхватила стоящую на полу двадцатилитровую бутыль и поставила её вместо порожней, которую кто-то предусмотрительно снял. «Потому что, Коля, впереди летят сильные птицы, которые делают для слабых и больных пернатых воздушный коридор более проходимым», — заметила Регина. «Но тебе этого не понять». Девушка наполнила чайник и обернулась на звук открывающейся двери. «А что такое эффект домино?» — спросил Николай и кивнул вошедшему. «Это теория из политических», — на автомате ответила девушка, но остановилась и, глянув на Колю, продолжила. «Специально для тебя. Это когда кости домино выстроены в ряд, сначала падает одна, а за ней все остальные». «Коля, что ты там делаешь?» — недовольно спросил начальник. «Кроссворд разгадываю». «Закругляйся. Я заскочу за цветами и потом домой. Наташка звонила, она за тобой заедет в семь. Надеюсь, ты помнишь, что у твоей тёщи сегодня день рождения». «Мои поздравления вашей супруге», — буркнула Регина. «А ты, Коля, тогда просто напиши ответ «фильм», — вздохнула Регина. «Пётр Васильевич, я отчёты распечатала. Сейчас принесу на подпись», — сказала она появившемуся на пороге невысокому лысоватому человеку. «Регина, ну ты же слышала, я на сегодня всё, завтра с утра займусь. Ребята, пока». Мужчина сосредоточенно посмотрел на папку в руках, потом лицо его просветлело, словно он что-то вспомнил. «Кстати, Шиманский попросил об одолжении. Надо дело его ещё раз пересмотреть и оформить, как ты умеешь, чтобы без сучка и задоринки». «Немноговато», — Регина посмотрела на папку с делом, шмякнувшуюся ей на стол. «В самый раз», — с приторной улыбкой ответил Пётр Васильевич, «ты же у нас самая молодая сотрудница, а молодёжи, как известно, везде дорога открыта». «Я уже лет пять назад как была самой молодой», — буркнула Регина. «Наливая кипяток в чашку». «Реджи, я же не сказал самое неопытное, я сказал молодая. Цени момент!» Начальник помахал рукой и через секунду испарился. «Я чувствую, что вся моя молодость будет похоронена под этой горой дел», — вяло проговорила Регина, взлохматив волосы. «Ладно, сама виновата», — махнула она рукой. Придя в следственный комитет пять лет назад, Регина из кожи вон лезла, чтобы выделиться и раскрыть как можно больше дел, что у неё прекрасно получалось. Ей так было легче забыть свои жизненные перипетии, а начальнику стали чаще прилетать благодарности вместо выволочек, и коллеги быстро смехнули, что новенькой нужно помочь, и не скупились на перепоручение обязанностей. Со временем передавать дела и мелкие обязанности Регине стало доброй традицией, тем более что девушка не рвалась на выходные и праздники, разве что раз в месяц-два брала просто отсыпной. «Реджи, я тоже домой», — сказал Коля. «Ты к криминалистам не поедешь?» «Поеду», — вчитываясь в материалы нового дела, пробормотала Регина. «Супер! Справку мою тоже там возьми», — сказал Коля, спрыгивая с подоконника. Стоявший не на месте торшер, неизвестно для каких целей принесённый Колей из дома, медленно накренился, мужчина попытался неловко его поймать, но бесполезный предмет интерьера, повинуясь силе земного притяжения, продолжил падение. Лампа со всего размаху сломалась, а поверхность стола, Абажур отлетел и с громким звуком упал на стол Регины, сбивая всё на своём пути, включая свеженалитую литровую чашку кофе и материалы только что принесённого дела. При этом добрая половина чашки вылилась девушке на колени, а вторая щедро залила документы. «Коля, ты дебил!» — шипела Регина, вскакивая со стула и быстро сдирая с длинных ног насквозь пропитанные кипятком тёмные джинсы. «Страйк!» — заметил неподвижный Коля, который наблюдал всю феерию хаоса, нисходя со своего места. «Какой страйк, придурок!» Регина одной рукой вытирала салфеткой покрасневшую кожу ног, а другой пыталась вытащить из коричневой лужи папки. Дверь в кабинет распахнулась, в помещение вошёл высокий темноволосый мужчина, чьё почти безупречное лицо портил широкий шрам, идущий через всю щёку. «Здравствуйте!» — сказал он, глядя на Регину. Только сейчас девушка осознала, что стоит возле рабочего стола в бадлоне и в весьма откровенных стрингах, а джинсы валяются на полу. «Кофе пролила на себя», — выдавила она сквозь зубы. «Обожглась». «Понятно». Мужчина отвернулся, а Регина судорожно пыталась сообразить, чем бы прикрыться, но не нашла ничего лучше, чем плюхнуться обратно в мокрое кресло. «Мне нужен следователь Боровских», — проговорил визитёр, глядя на Колю. Коля с восхищением, наблюдая неожиданное шоу, кивнул на Регину и проговорил. «Вон она». «Что вы хотели?» — спросила девушка, разглядывая печальные последствия локальной катастрофы и соображая, сколько же работы придётся переделать заново. «Вам должны были передать дело от следователя Шиманского. Не совсем понимаю, зачем», — мужчина пожал плечами, «но он сказал забрать у вас». «Так мне его десять минут назад только принесли», — пожал плечами Регина, и вдруг поняла, что основной удар кофейной стихии пришёлся как раз на новые материалы. «Странно», — мужчина глянул на часы. «В любом случае, до понедельника мне нужно полностью подготовленное к передаче дело». Он порылся в кармане и вытащил оттуда визитную карточку. Найдя на столе сухой и чистый островок поверхности, гость положил картонку со своими координатами, где было написано «Плотников Сергей Дмитриевич, подполковник», и проговорил. «Сегодня вечер пятницы. Я начинаю рабочую неделю в понедельник в восемь утра. Пожалуйста, не задерживайтесь». Развернувшись, он вышел из кабинета, а Регина одним пальцем приподняла распухшую от влаги картонную обложку папки, в которой лежало дело, и с выдохом сказала «Накрылись мои отцепные». «Так ты к криминалистам-то поедешь?» — вдруг подал голос, полностью готовый к выходу Коля, стоявший у входных дверей. Регина медленно подняла на него тяжелый взгляд, затем схватила со стола лежащую кружку и запустила в направлении мужчины. «Психическая!» успел крикнуть тот, прежде чем скрылся за дверью. Кружка долетела до места назначения, взорвалась мелкими осколками и размазалась стеклянной пылью по ковровому покрытию. «Что-то я не помню, забирала я пылесос из ремонта или нет», задумалась Регина, глядя на разрушительные последствия последних пяти минут ее жизни. Закрыв кабинет изнутри, Регина обмоталась куском занавески, валяющимся с прошлого года на подоконнике, и начала прибираться. Потихоньку напевая, девушка до блеска вычистила пространство, взглянула на часы, тихо выругалась, и, поняв, что время позднее и до утра понедельника остаются только суббота и воскресенье, принялась разбирать дела. «Что год-то такой позапрошлый?» Сама себе задала она вопрос, выписывая на бумажку сохранившиеся на бланке опроса имя свидетельницы и номер телефона. Разобравшись, наконец, со злополучной папкой, Регина выдохнула, потому что, по большому счету, ей нужно было съездить только по одному адресу, все остальное просто можно было аккуратно переоформить. Девушка покидала свои вещи в сумку, поднялась с кресла и, напялив куртку, вышла в коридор, набирая номер телефона нужного ей человека. «Что за вид?» услышала она резкий окрик позади себя. Резко развернувшись, Регина чуть не столкнулась лицом к лицу с новым начальником управления, стоящим в коридоре и тоже заработавшимся до ночи. «Что?» переспросила девушка. «Я спрашиваю, что у вас за вид на рабочем месте?» насмешливо спросил мужчина. Только сейчас Регина спохватилась, что она до сих пор завернута в цветастую пышную занавеску. «Да за вхоз мне те занавески выдала в кабинет. Слишком весёленькие для нашего рода деятельности, а как юбка в самый раз!» ляпнула она. «Понятно», выдохнул мужчина. «Вы не могли бы на работу одеваться как-то более сдержанно?» «Как раз думала об этом», быстро сказала Регина и ретировалась к лестнице. Сбегая, она машинально набрала номер, который записывала на выходе, и, несмотря на поздний час, абонент отозвался. «Слушаю», тихо спросила женщина. «Здравствуйте, это Ксения Сергеевна Баренкова?» «Да». «Простите, что так поздно. Это и следственного комитета беспокоит. Ксения Сергеевна, у нас бумага одна». Регина осеклась и выпалила. «Выцвели чернила, и неясно читается текст, а вы по делу проходили как свидетель. Мне бы до понедельника вас повторно опросить, и, если можно, то завтра с самого утра». «Но только если у меня дома», собеседница помолчала. «Я не смогу в город приехать». «Отлично, диктуйте адрес». Регина стала судорожно рыться в сумке, и, как по мановению волшебной палочки, на уровне ее глаз появилась авторучка и блокнот. Девушка подняла глаза, благодарно покивала начальнику, и, чиркнув адрес, отключила телефон. «Спасибо». «Может, вас до дома подвезти?» ухмыльнулся мужчина. «Зачем?» забегала глазами Регина. «Ну что вы, в занавески, что ли, по улице пойдете?» засмеялся он. «Заходил ко мне Плотников, рассказывал про ваш кофейный инцидент». «Блин, как стыдно!» Регина взъерошила волосы. «Ну, если не сложно, то буду признательна, а то в занавески, правда, как-то не в тренде булять». Утро субботы было уже по-настоящему осенним. Стылый ветер срывал еще зеленую, но уже ослабевшую листву, нес подемку сухого уличного мусора, местами над асфальтом взбивал короткие спирали крохотных торнадо, колол лица прохожих холодом и все тянул и тянул на город плаксивую накидку дождя. Ксения варила на кухне кофе и с легким ужасом взирала на гору собранных Ольгой Петровной и детьми кабачков, а вспомнив, что бойкая дама угрожала еще и походом за грибами, совсем загрустила. Но для их домоправительницы, как Катя в шутку называла Ольгу, не было авторитетов или преград, если дело касалось кулинарии и заботы о питании, особенно детском. «Ксюша, доброе утро!» бодро заявила Ольга, появляясь со стороны огорода. «Как же замечательно, что ты все-таки поддалась на уговоры и мы поставили парники!» «Уговоры?» удивилась Ксения. «Вы, по-моему, просто перед фактом поставили». Ксения налила ароматные жидкости в чашку и отошла к большому нарочно состаренному столу, где теперь каждый вечер за ужином собиралась веселая компания. «Ты опять пьешь пустой кофе?» «Ты совершенно не заботишься о своем желудке». «Ольга Петровна, я как-никак врач и смогу вовремя распознать тревожные сигналы», вяло отмахнулась Ксения, хотя прекрасно понимала, что даму придется выслушать и пойти сделать хоть что-нибудь съестное, иначе лекция не закончится. Ещё год назад, когда в жизни Ксении снова широко раскрылись воротов, в которые буквально ворвался грузовик с бедами, Катя вместе с детьми и Ольгой Петровной переехали к ней. Женщины попеременно сидели у кровати Ксении, а она лежала белым полотном почти все полтора месяца, пока они ждали суда, а её ребёнок был неизвестно где и непонятно с кем. Единственное, что было слабым утешением для неё, так это короткие видеозаписи, которые ей присылали раз в неделю. Ксения очнулась от воспоминаний, тряхнула головой и пошла делать себе бутерброды. К счастью, те страшные времена были далеко позади, и сейчас дышать можно было практически свободно. «Что с работой?» — осторожно спросила Ольга Петровна, которая всё время пыталась отправить Ксению заниматься хоть каким-нибудь делом, чтобы Таня просто носила на себе маску жизни, а начала хоть немного жить. «Зачем вы спрашиваете?» «Вы же знаете ответ», — Ксения пожала плечами. «Всё плохо, для меня предложений нет». «Но может, стоит согласиться на должность пониже?» «А если бы вам в театре вместо ведущих ролей предложили играть?» Ксения задумалась. «Ну, я не знаю. Репку, например». «Я даже ёжиков играла. Ничего не переломилось. А тебе пора выбираться из дома. Что ты здесь словно в заточении? Скоро забудешь, как люди выглядят». Женщина подобрала с подоконника тёплую шапку. «Правда, меня даже простым врачом на отделение не взяли». «Ну что, мне санитаркой идти?» вздохнула Ксения. «Они просто дуболомы и идиоты», резюмировала Ольга Петровна. Со стороны лестницы послышались шаги. Ксения обернулась и, кивнув в знак приветствия заспанной Кати, спросила, «Тебе кофе налить?» «Да, можно сразу литр. До утра с отчётами сидела». Ксения услышала короткий схлип, тревожно глянула на экран электронной няни и успокоилась. Малыш просто перевернулся во сне. «Что, Ольга тебя воспитывает?» «Бурчит по привычке». У Ксении зазвонил телефон, она глянула на незнакомый номер и коротко ответила, «Да». «Здравствуйте, я вчера вам звонила, это Регина, я уже у ваших ворот». Ксения глянула на часы, покачала головой и ответила, «Минуту, сейчас открою». Накинув поверх лёгкого домашнего костюма куртку, Ксения выскочила в морось дождя, убедилась, что Ольга и Катины дети заняты осенней уборкой в парнике и быстро пошла по дорожке к выходу. «Проходите». Ксения открыла калитку и пропустила высокую темноволосую девушку по дорожке прямо к дому. Забравшись снова в тепло кухни, Ксения глянула на чистый кафельный пол и на топорщащуюся зазубринами протектора толстую подошву ботинок кости. «Наденьте тапочки, пожалуйста», попросила она, подвигая к Регине шлёпанцы цыплячьего цвета. «Весёленькие», неловко усмехнулась Регина, и нос её окунулся в аромат кофе и ещё чего-то сладкого и ванильного, а ненакормленный с утра желудок издал громкий урчащий звук. «Простите», — сдавленно сказала Регина, «где могу присесть? Проходите за стол. Кофе хотите?» «Буду не против, точнее признательна. Короче, да». Регина поняла, что пропущенный запланированный оцепной очень плохо сказывается на работе мозга и манер. Ксения быстро наполнила ещё одну чашку горячим кофе, достала из тёплой духовки печенье, которое Ольга Петровна постоянно пекла, и присела напротив девушки. «Я вас слушаю». «Я насчёт вашего бывшего мужа», — Регина благодарно кивнула, размешивая в чёрной жидкости сахар. Ксении показалось, что ей в сердце воткнули ледяной кол, и внутри всё сжалось от ужаса. Женщина тревожно глянула на экран, увидела, что возле ребёнка Катя, и выдохнула. «Я не совсем понимаю, почему этим делом занимается Следственный комитет», — Ксения пожала плечами. «И потом дело давно закрыто. Что осталось неясным?» — с некоторым вызовом спросила женщина. «Так, Игорь...» «Насчёт Игоря?» — изумлённо перебила следователя Ксения. Регина вздохнула и, откусив кусочек печенья, засыпала крошкой стол и свитер, внутренне выругалась и продолжила. «А у вас что, есть ещё один бывший муж, сидящий в тюрьме?» «Да», — пытаясь сохранить внешнее спокойствие, сказала Ксения. Регина, не ожидавшая такого ответа, подняла взгляд от свитера, по которому полосами размазала масляные крошки от печенья и покачала головой. «Умеете в людях разбираться». «Так какой у вас был вопрос?» «Я Игоря очень давно не видела и не могу о нём ничего знать». «Это старое архивное дело. Тогда вы ещё были его женой и вас опрашивали. Просто по этому делу вскрылись новые обстоятельства, и теперь, чтобы вернуть на доследование, нам нужно выяснить некоторые нюансы». Ксения покопалась в памяти, но даже не смогла припомнить такой случай. «Вы знаете, к сожалению, я не помню, чтобы меня вызывали», пожала плечами Ксения. «Но это не столь важно», быстро сказала Регина. «Я повторно вас опрошу, и всё. Насколько я поняла, там вопросы стандартные были. Идёт?» Продолжение следует...